Стоит ли делать скретчинг эндометрии, эндометрию 8 мм, в каком цикле, не опасно ли это спайками? Здесь все очень индивидуально решается, эндометрию 8 мм, в принципе, при нем возможно наступление беременности, и его толщина зависит и в большой степени от гормональной функции яичников, если это в естественном цикле эндометрии измеренной, поэтому эндометрия для наступления беременности нужен от 7 мм минимальный, у вас 8 мм, то есть он по толщине небольшой, но и нормальный, достаточный для наступления беременности. Смотря для чего хотят провести эту манипуляцию с эндометрией, конечно, лишний раз без необходимости лучше полость матки не заходить, если такой необходимости нет, поэтому нужно тоже индивидуально смотреть, может быть, по гормонам, да, есть какая-то недостаточность функций яичников, мы это смотрим по, у нас есть полное гормональное обследование, когда мы на второй-третий день цикла смотрим, ЛГЭ, ФСГ, там антимюллеров гормоны, страдиол, ингибин Б, пролактин, андрогенный профиль на седьмой-десятый день цикла по гормонам, тоже всю раскладку смотрим, и прогестерон эстрадиол через примерно 5-7 дней после овуляции. Если там есть возможности для нормализации, да, там, если есть какие-то снижения, допустим, эстрадиола, особенно свободного эстрадиола, который мы в андрогенном профиле смотрим, это может давать, или даже просто по общему эстрадиолу видно, что его мало, это не всегда меньше нормы, это иногда и просто меньше седины, допустим, и есть возможность, допустим, как-то это дело исправить, то этим нужно воспользоваться, это даст вам большую толщину слизистой. Если, допустим, у вас маленький вес, мало холестерина по анализам биохимическим, то это не даст, даже если будут, да, там, ЛГЭ, ФСГ нормальные, просто не из чего будет делать эти женские половые гормоны, которые дают нарастание слизистой. Там очень-очень много вариантов и факторов, которые нужно индивидуально смотреть. Поэтому вы можете к нам обратиться на консультацию, и мы этим занимаемся тоже, не скретчингом в смысле, а вот обследованием, подготовкой к беременности. Редактор субтитров А.Семкин